Андеркат и полная борода. Почему такое сочетание безотказно? Все дело в контрасте. Сильный контраст между выбритыми боками головы и бородой создает сбалансированный образ. Стрижка подчеркивает черты лица, а борода говорит о мужественности. Это сочетание винтажного парикмахерского искусства и современной культуры бороды. Как правило, при андеркате оставляют около 7,10 сантиметров сверху, а по бокам выбривают иногда под ноль. А под полной бородой я подразумеваю ухоженную бороду, подстриженную примерно на 2-3 сантиметра по всему периметру, включая линию шеи и щек, которые должны быть четко очерчены. Эта комбинация лучше всего подходит для круглого, квадратного и овального лица. Для фиксации прически следует использовать помаду или воск, а для бороды масло для бороды. По отдельности андерката борода могут улучшить образ мужчины, но в сочетании они значительно эффективнее и могут вывести стиль мужчины на новый уровень. И, господа, именно об этом мы и поговорим сегодня. О сочетаниях бороды и прически, которые не просто дополняют, но и усиливают друг друга. Итак, какие бывают стили и какой из них идеально подходит именно вам? Сегодня мы это и выясним. Итак, господа, как многие из вас знают, при укладке волос необходимо учитывать множество факторов. Один из них – тип волос. И я в этом видео расскажу, какие прически подходят для каждого типа. Другой очевидный пример – длина. Есть такие прически, для которых необходимо иметь волосы средней длины или длиннее. Далее продукты. Я постараюсь объяснить вам, какие продукты нужно использовать, чтобы добиться желаемой укладки. И, конечно, не будем забывать об одном из самых важных, но мало используемых инструментов. Он может заставить ваши волосы ложиться так, как вы хотите, и это фен. Следующее сочетание – помпадур и щетина. На мой взгляд, оно эффективно за счет вычурности помпадура. Он требует от вас смелости, которая необходима для того, чтобы носить эту прическу со щетиной. Помпадур не подвластен времени. Эта прическа популярна уже более 70 лет, но щетина, добавленная к ней, придаст ей немного современной остроты. Помните, что длина помпадура должна быть около 10-15 сантиметров сверху и 3-5 по бокам. По традиции, помпадур должен немного блестеть, поэтому используйте средства для блеска, но с фиксацией, например, воск или помаду. А наиболее подходящими для этой прически являются прямые или волнистые волосы. Говоря о щетине, я имею в виду двух-трехдневную. При этом я знаю, что у некоторых она растет неравномерно, поэтому, возможно, вам придется воспользоваться триммером, чтобы щетина равномерно лежала на лице. И, как это ни странно, но на лицо все равно нужно наносить увлажняющее средство, особенно если у вас сухая кожа. И, кстати, эта прическа очень хорошо подходит для овального или прямоугольного лица. Следующее сочетание гораздо короче – стрижка бискат и козлиная бородка. Итак, берем простой бискат и дополняем козлиной бородкой, которая привлечет внимание к вашим губам и подбородку. Что мне нравится в этой комбинации, так это то, что она не требует особого ухода. Да, за бородкой нужно ухаживать, подстригать ее, следить за ее состоянием, но она дерзкая, современная, и она отлично обрисовывает нижнюю часть лица. Кроме того, она решает одну из основных проблем стрижки бискат – отсутствие индивидуальности. Да, именно поэтому в армии так стригут. Нужно, чтобы все выглядели одинаково. И что же? А с козлиной бородкой у вас вдруг появляется индивидуальность. Стрижка бискат требует одинаковой длины от 3 до 6 мм. Козлиная бородка обрамляет рот. Можно с усами или без них. В целом их длина должна составлять около двух с половиной сантиметров. Не забывайте использовать бальзам или масло для бороды. Что касается средств для головы, то скорее всего они вам не понадобятся, но не бойтесь использовать увлажняющий крем или крем от загара, особенно если вы часто бываете на открытом воздухе. Эта прическа подходит для всех типов волос. И если у вас овальное, квадратное или круглое лицо, она поможет придать вашему лицу более правильную форму и более мужественный вид. Если эта комбинация кажется вам слишком грубой, то обратимся к чему-то более изысканному. Полубокс и борода с дымчатым переходом. Это сочетание хорошо тем, что однородность полубокса дополняется градиентным эффектом бороды. Что касается самой стрижки, то она мне нравится тем, что может быть как более, так и менее нарядной. Главное – ухоженность. Так что да, придется больше следить за волосами и чаще ходить к парикмахеру. Длина волос должна быть относительно короткой – от двух до пяти сантиметров. Можно использовать различные средства, но, честно говоря, сильная фиксация не нужна. Просто придайте прическе немного упругости, текстуры, объема. Поэтому обратите внимание на мусс или крем для укладки. Это отличная укладка для тех, у кого волнистые волосы. Почти для любого типа, но опять же главное – это уход и регулярные походы к парикмахеру. Она подходит почти для всех форм лица. Чтобы борода хорошо выглядела, я рекомендую масло для бороды. Знаю, что некоторые из вас сейчас скажут – Антони, у меня борода вообще не растет. Ну, в таком случае вам понравится следующий стиль – челка-фридж с кустистой бородой. Итак, почему эта комбинация так эффективна? Во-первых, за счет челки. Это очень мягкая прическа, которая смягчит черты лица. А вот кустистая борода, напротив, огрубляет их, придает характер. Мы стремимся к непринужденному образу. Вы принимаете свои естественные недостатки. Да, вы не можете отрастить идеальную бороду, но и черт с ней. Я ношу то, что меня радует и хорошо выглядит. Это явно расслабленный стиль, немного в духе бохо. В целом, это подходит для непринужденной обстановки. Для такой прически нужно отрастить волосы примерно на 7-12 сантиметров на макушке. А вот с косметикой все очень просто. Вам нужно придать объем и зафиксировать его, поэтому используйте мусс и кремы для укладки. Это лучше всего подходит для прямых и волнистых волос. Форма лица, круглая и сердцевидная, лучше всего подходит для этой прически. Что касается бороды, то пусть она растет, как растет, но ее длина не должна превышать 2,5 сантиметров. Рекомендую приобрести триммер, а чтобы борода была ухоженной и не чесалась, обязательно используйте масло для бороды. А вот следующий вариант немного расширяет границы. Это неряшливая укладка с бородой из-за закрученными усами. Не обязательно иметь пышную бороду. Акцент должен быть на усах. И тот факт, что вы уделяете им столько внимания, а все остальное выглядит менее аккуратно, даст понять, что это сделано специально. Это непринужденный, веселый образ. Зъерошенные волосы с аккуратными усами. Вот к чему мы стремимся в этом сочетании. Сочетание непринужденного стиля и ухоженности. Длина волос на макушке может составлять от 7 до 15 сантиметров, по бокам от 4 до 6,5. И хотите верьте, хотите нет, но этот беспорядок на макушке будет служить с процедурой. Это намеренно. Вы намеренно укладывали волосы именно таким образом. Поэтому не стоит придавать волосам много блеска. Остановите выбор на текстуризаторе или спреи с морской солью. Это подойдет для самых разных волос, но лучше всего для волнистых и прямых. Длина бороды примерно 3-5 сантиметров. Но помните, что акцент идет на усы, поэтому они должны быть чуть длиннее. Изначально усы будут крошечными, но как только они отрастут через пару месяцев, вы сможете развлекаться с ними, даже закручивать, если захотите. И, господа, вы знаете, что я люблю читать ваши комментарии, так что напишите, какое сочетание ваше любимое, какое является вашей палочкой-выручалочкой. И если вам понравилось видео, сделайте одолжение и поставьте лайк. Пусть боги Ютуба знают, что это видео стоит посмотреть. Итак, еще несколько других вариантов. Ирокез и шкиперская оборотка. Шкиперская оборотка обрамляет лицо, а ирокез привлекает внимание. Да, на вас будут смотреть, глазеть, обращать внимание. Далее, текстурированный верх с бородой и отдельными усами. Сверху мы имеем игривую текстуру, а в сочетании с растительностью на лице образ уже более характерный. Волнистые волосы и короткая щетина, в целом это очень крутой образ, в котором используются естественные текстуры и узоры. И, конечно, не стоит забывать о классическом боковом проборе с усами. Некоторые из вас, возможно, задаются вопросом, что же случилось с усами? Ну что ж, я расскажу все в этом видео, почему мужчины перестали носить усы. Если вам это неинтересно, а вы хотите узнать обо всей этой мужской косметике, о которой я рассказываю, что ж, посмотрите это. У меня для вас два предложения, два выбора. Оба этих видео потрясающие. Бум-бум. Пока.